Помимо вагона-ресторана в этом поезде есть еще один специальный прицеп. В нем всем желающим предлагают анонимно и бесплатно сдать тест на ВИЧ. Человек может не только пройти тестирование, но и получить исчерпывающую консультацию специалиста спеццентра. Такую акцию проводит Минздрав России совместно с РЖД. Специализированный ВИЧ-вагон прикрепили к пассажирскому составу, который пройдет по маршруту Владивосток-Санкт-Петербург заездом в 24 крупных города. Наша задача в рамках этих акций рассказать об инфекциях и рассказать в то же время о том, насколько это связано с рискованным поведением. Узнать ВИЧ-статус могут пассажиры во время следования поезда. Также акция рассчитана на тех, кто на вокзале ожидает посадку и никуда не спешит. Только во Владивостоке за 4 дня тесты сдали свыше 800 человек. Можете больше узнать о своем здоровье сегодня анонимно и бесплатно. Для тех, кто не хочет для сдачи ВИЧ-теста идти на платформу, оборудовали медицинский кабинет в здании ЖД вокзала. Врачи говорят, что он пользуется спросом. За день сюда обращаются порядка 200 человек. В основном здесь это пассажиры, это те люди, которые ждут очередь, возможно, это те, которые ждут своего поезда, то есть, чтобы занять время в основном приходят. Проверка занимает всего 15 минут. Спустя это время готов результат. Само тестирование безболезненное, так как желающие сдают не кровь, а слюну. Погрешность у него очень мала, то есть, результат, можно сказать, практически точный. Но, естественно, потом пациенты, которые более ответственные, они должны прийти и переделать этот результат, да, и проговориться с специалистом, назначить себе лечение. Старт ВИЧ-поезду дали во Владивостоке. От нас он отправится в Хабаровск, а завершит свой путь в северной столице 20 октября. Сегодня Приморский край занимает первое место на Дальнем Востоке по числу ВИЧ-инфицированных – 9,5 тысяч человек. Ежедневно во Владивостокские центры обращаются от 20 до 25 людей, заразившихся вирусом иммунодефицита. В месяц выявляют от 90 до 120 первичных случаев. Врачи утверждают, что в наше время с вовремя оказанным лечением с ВИЧ можно не только жить, но и рожать здоровых детей и практически ни в чем себя не ограничивать. Ирина Мокрецова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.